МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"11.06 в Кирове". Начинается наша программа. Сегодня среда. В эфире Урбан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. Вот у нас сегодня полноценная программа Урбан на 2 часа. И здесь в студии Николай Голиков. С нами Влад Наковец, наш звукорежиссер. И мы все здесь уже готовы принимать ваши звонки и обсуждать тему, которую обозначил для нас в понедельник здесь в этой студии в прямом эфире губернатор Кировской области Игорь Владимирович Басильев. Господи. Что ты испугалась? Речь идет, понятно, о чем. Это то, что вызвало, по-моему, самый большой резонанс после этого интервью. Речь идет о территории Кировского военного и соотнотехнического училища, или Квату, как его еще попросту называют, да? Нет, я, господи, это сказала не по этому поводу. У меня просто еще, понимаешь, в понедельник он приходил еще временно исполняющие обязанности. Вчера он уже губернатор. Озвучил он, когда был в Рио, а сегодня он уже губернатор. Но это уже, по-моему, не имеет сейчас большого значения. Нет, никакого значения, кроме того, что мы уже можем больше не делать никаких осылок, будет или нет, точно есть. И есть его заявление о том, что сообщение, даже не заявление, а сообщение о том, что в воскресенье был подписан документ между Кировской областью и военным министерством о передаче оставшейся территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища области нашей, Кировской области. В Кировской области, да. Кстати, довольно старая история, если не ошибаюсь. По-моему, она уж лет 8 длилась вот с этим, с передачей, да, там частично что-то уже куда-то ушло, частично осталось. Наконец-то она как-то завершилась. Да, она как-то завершилась, но до сих пор вот даже у нас не очень складывается в голове вот этот пазл, какие кусочки уже были переданы, какие остались. Мы сегодня в этом будем разбираться, потому что вы помните прекрасно, слушатели, что часть бывшего Квату в свое время очень давно принадлежала Русской Православной Церкви. И до сих пор некоторые думают, что не все там завершено и передано. Но, судя по всему, старые здания, которые принадлежали Вятскому епархиальному училищу, они переданы достаточно давно. По федеральному закону они были переданы. Да, достаточно давно. И мы сегодня с Вятской епархией будем связываться, узнавать, что именно им передано и какие у них планы на эту территорию, какие у них мысли по поводу вот той территории, которая теперь прилегает и прилегала, но вот теперь принадлежит области, что там может строиться, например. Мы будем подключать архитекторов, мы будем подключать представителей вуза. И вас, слушатели, 211-101, потому что Игорь Владимирович сказал, что вот он не сказал, что там хочет строить там область, какие планы конкретно на эту территорию, но будут приниматься идеи. Естественно, изучаться там общественное мнение тоже будет. И он здесь сказал, что общественное мнение будет учтено при обсуждении уже там поданных каких-то идей. Так что сегодня совершенно прекрасная возможность есть высказать свое мнение, и, может быть, как раз оно и будет учтено. Почему нет? 211-101. Мы для вас организовали, естественно, опрос на сайте хакирова.ру в нашей группе ВКонтакте. Он такой большой сегодня, с большим количеством вариантов. Сколько еще? 8 вариантов ответа, да? 8 вариантов ответа, что бы вы хотели видеть на месте бывшего квоту. Причем варианты такие совершенно, знаешь, это крайне разнообразные, взаимоисключающие зачастую. Но я буду перечислять или сразу будем говорить все по результатам. Нет, давай их озвучим. Вот. То есть варианты были такие у нас. Жилой квартал с детским садом, школа и кинотеатром. Ну, как бы то, что вообще первое приходит на ум, да? Детский образовательный комплекс с садиками, школами и кружками. Прекрасная совершенно мысль. Парк с велодорожками. Я вижу, Света улыбается, она любит парки с велодорожками. Офисное здание и склады. Не знаю тут. Ну, почему нет? Комплекс зданий и учреждений Русской Православной Церкви. Ну, в принципе, если часть зданий там уже находится в собственности церкви, да, то как бы логично может быть. Поговорите на эту тему. Большой современный концертный зал. Вот, кстати, говоря, Игорь Владимирович говорил о том, что не хватает нашему городу такой площадки концерта. Великолепный вариант седьмой. Верните вертолетное училище. Вот я, как человек там служивший, как сказать, с удовольствием бы галочку поставил у этого варианта. Ну, и последний вариант равнодушный такой. Пусть строят, что хотят. Ну, тоже позиция. Есть результаты на нашей страничке? Да, у нас уже довольно-таки много людей проголосовали, скажем так. Спасибо нашим коллегам и строим Киров за то, что перепростили наш опрос. Да, почти 300 человек уже проголосовали. Ты знаешь, я не одинок, лидирует вариант верните вертолетное училище. За что ты? 33% считают, что этого заведения учебного нам не хватает. Второй вариант парк с велодорожками. Второй это 25%, каждый четвертый думает, что парк с велодорожками. И третий идет детский образовательный комплекс с садиками, школами и кружками. Порядка 15%. Дальше, если брать убывающий жилой квартал с детским садом, школой и кинотеатром. Большой современный концертный зал тоже присутствует, скажем так, где-то в первой шестерке. Ну и, наверное, дальше уже очень небольшой результат. Пусть строят, что хотят. Еще меньше людей сказали, что комплекс зданий учреждения Российской Православной Церкви. Ну и минимальный ответ. Я, кстати, так и думал, что офисные здания и склады как-то вот собрали минимально полтора процента всего. Считают, что так должно быть. На сайте хакирова.ру 33% голосуют за парк с велодорожками. На втором месте большой современный концертный зал. На третий детский образовательный комплекс с садиками, школами и кружками. Я даже, ты знаешь, я думаю, что это все можно объединить на самом деле. Нет, ну куда девать вертолетное училище? Здесь он такой явный лидер. На сайте хакирова нет такого ответа. В смысле не голосуют за такой вариант ответа. Но посмотрим, как будет меняться ситуация. 211.101. Присоединяйтесь к нашему эфиру. И предлагайте свои варианты. Что вы хотели бы видеть? Теперь уже в центре города. Это когда-то было окраина. Да, когда-то это было окраина, когда начиналось Кировское военно-техническое училище. Там только-только началась застройка улицы Кирпичной, которая ныне Романа Ердякова. И добираться туда было довольно сложно. Там приходилось через Киров-2 проползать под вагонами и так далее. Сейчас все там благоустроено, хорошо все сделано. В том числе спасибо Министерству обороны. Там и коммуникации все есть. Да. Ну, собственно говоря, еще раз. Все. Территория наша. Территория областная, я имею в виду. Имейте в виду сразу, слушатели, когда вы будете об этом рассуждать, предлагать какие-то свои идеи, что это не городская территория. Это областная территория. Это областная территория. Точно так же, как областная территория, та, что прилегает к Дворцу пионеров. Мемориал. Город ни при чем. Тут область выносит решение. Область, слава богу, сейчас заявляет, что она в любом случае координирует свои действия и решения с городом, потому что мы тут живем, горожане. В любом случае, территория города. Я бы это не была собственность. Территория-то городская. А ведь, Светлана, все равно надо учитывать интересы города по-любому. Да, да. Ну вот если Коля голосует за возвращение училища, то я-то понимаю, что, конечно, утопическая история. Но все, Министерство обороны уже передало эту территорию нам. Какое военное училище? О чем? Ну, к сожалению, да. А получается так, хотя ведь, Светлана, согласись, что когда это училище было, это было очень такое нужное учебное заведение для Кирова, во-первых. Оно вообще было нужное. Там рядом была моя школа, третья. И девочки по окончании школы знали, куда распределяться. Да, в том-то и дело, что все было нормально. В какой город страны? Да. Была прекрасная, скажем так, ну, площадка, там, фабрика женихов, скажем так, даже с этой точки зрения брать. Еще какие женихов? Была прекрасная возможность для наших кировских ребят получить военное образование далеко от дома, не утверждая. В том числе даже для ребят, которые просто призывались в армию, они могли служить здесь. Очень многие мои знакомые служили там, когда я служил. Это было очень хорошее заведение в плане того, что оно было нужно для Кирова. И как бы статус города военный училищ немножко повышает. У нас мы связались с Александром Елизаровичем Шклёдой, архитектором, членом Союза архитекторов России. Александр Елизарович, добрый день. Добрый день. Мы знаем, что вы в свое время участвовали в разработке проектов застройки вот этой территории. Расскажите, пожалуйста, когда это было и что планировалось построить на территории бывшего Кату? Это было лет 6-7 назад. Делали проектное предложение, эскизный проект застройки микрорайона на этой территории. Достаточно большой микрорайон. Сопоставим с поселком Радужным по количеству жилья. Школа большая там планировалась. Два детских сада больших. И весь соцкульпт-быт. То есть кафе, магазины, досуговые заведения. В общем, все, что необходимо. Александр Елизарович, вы говорите, что большой микрорайон сравнимый с Радужным. Да. Правильно я понимаю, что на территории, о которой сейчас идет речь, все коммуникации сохранились? Да, коммуникации сохранились. И мало того, там прекрасное озеленение. То есть выросли уже большие деревья. То есть можно это все сохранить. А вот здание бывшей казармы, которое находится на территории сейчас, таки зияет пустыми окнами. Это вот современное здание, которое не имеет старого комплекса. Да, планировалось его использовать? Да, конечно. То есть как реконструкция его предполагалась? Да, как реконструкция. Потому что снести это самое простое. Там довольно большое здание сносить-то жалко. Да, да, да. Большое здание. Я помню, что на этой территории в свое время был пруд. Вы его тоже как-то учитывали, когда разрабатывали? Ну да, и пруд, и постройки, которые остались у нашей епархии. Там, по-моему, 5 гектаров. То есть как бы этот микрорайон уже вписывался вот в комплекс епархиальных зданий, да? Да, конечно, конечно. Все это как единое целое прорабатывалось. Но, к сожалению, запускали механизм, когда в Минобороне там дело оборонсервиса на слуху было. То есть было не до этого на всякий случай. Не до этого. Поэтому в России никакие земли никому не отдавали от Минобороны. Неудачный момент, я думаю, выбрали. А сейчас этот проект актуален? Наверное, да. Ну, строить где-нибудь в Урванцево на окраине или это фактически центр города сегодня. Да, сейчас это практически центр города. Это экономически выгоднее и городу, и застройщику. Да, и застройщику, тем более все коммуникации, если есть. Александр Елизарович, а кто в то время давал вам задание разрабатывать такой проект и кто участвовал в разработке? Ну, скажем так, делали это в Кировпроекте мы с Виталием Борцовым вдвоем. Вот. А инициатора сейчас даже, ну, даже трудно сказать. Ну, это откуда на власти заказы сходил? Это город или область? А это как-то назрела ситуация. И это и город хотел, и область, и проектировщики, и архитекторы тоже хотели что-то предложить. А вот сейчас, вот сейчас вы, когда смотрите на то, как развелась за эти последние 7 лет территория вокруг, вы считаете этот проект актуальным или он требует поправок? Он еще более актуальным стал сегодня, потому что рынок просел сегодня по недвижимости, на окраинах почти ничего не продается в новых микрорайонах. А здесь однозначно можно решать, строить школу в Урвацного или строить школу здесь, я думаю, мы понимаем это. Нет, ну, Александр, вопрос-то вот еще в чем, что очень много вокруг появилось и высотных зданий, там вот в том районе, где раньше вообще ничего не было, да? То есть, как бы впишется ли сейчас вот в это вот существующее уже? И еще больше. Конечно, впишется. Спасибо. Я говорю, что сегодня это более актуально, более реально. Спасибо большое за комментарии. Александр Шклёдор, архитектор, член Союза архитекторов, был с нами на связи. Напоминаю, мы обсуждаем судьбу территории бывшего Квату. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа Урбан. Николай Голиков и Светлана Занько. Напомню, в понедельник здесь, в этой студии, губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о том, что буквально накануне, то есть накануне его заявления в воскресенье, был подписан документ о передаче оставшейся территории бывшего Кировского военно-авиационного технического училища Министерством обороны нашему региону. Собственность Кировской области, да? Да. И тогда же Игорь Васильевич сказал, что будут собираться идеи, обсуждаться идеи использования этой территории. После этого последует народное обсуждение. То есть в любом случае потребности горожан будут учтены. Мы хотим узнать, какие у вас на эту тему взгляды, как бы вы считали нужно использовать эту территорию. Варианты ответов мы дали на сайте хакеру.ру и в нашей группе ВКонтакте. И даем вам возможность в прямом эфире озвучить собственное мнение 211.101. Ну а сейчас мы связались с Александрой Алиевой, сотрудником пресс-службы Вятской епархии. Александра, добрый день. Добрый день. Нам очень важно узнать, Александра, в каком состоянии сейчас находится территория, которая, как нам поясняют, уже была передана епархии, хотя до сих пор некоторые сомневаются, все ли документы подписаны относительно тех зданий, которые передавались. Ну да, на данный момент в собственности Вятской епархии находятся 6 строений. Последнее было передано в собственность епархии в апреле 2017 года. Так как процесс передачи затянулся на 5 лет, все это время здания стояли без отопления, нежилые, поэтому их состояние требует капитального ремонта. То есть очень затратная получается вещь, да? То есть эти годы не отапливались здания? Да. Да. И они ведь очень старые постройки. Какие там годы постройки этих зданий? Ну, семинария существовала с 1735 года по 1918 годы. Понятно. С 18 века. Да, да. Планы епархии вот сейчас, когда... Это уже последнее ведь строение, да? Шестое, вы говорите, передано. Да, это последнее строение. Передано. А какие-то планы уже сейчас епархия строит? И какая помощь может быть необходима? Или, возможно, Русская Православная Церковь своими силами собирается их восстанавливать? Что там размещать? Ну, давайте скажем, что указанные здания являются объектами культурного наследия федерального значения. И поэтому, чтобы приступить к ремонту, их необходима серьезная подготовка. Вот, в частности, исследование документов, там, экспертизы проектно-сметной документации на такие же документы при восстановлении Спасского собора, да, для того, чтобы приступить к восстановлению, ушло более трех лет. Поэтому это такой долгосрочный проект. И как только будет сформирован земельный участок, на котором находится строение, и передан собственностью открытой партии, мы начнем подготовку необходимых документаций. То есть сейчас здания переданы, а участок под зданием еще нет? Да, он еще не сформирован и не передан собственностью. Так, сейчас еще формирование участка, а потом еще только обследование, культурологическая, по-моему, экспертиза историческая, да, потом, значит, должны подготовлены быть специальные документы, на это еще может идти три года. А может и больше, потому что там шесть зданий, свет, шесть зданий 18-го века. Все разрушается и разрушается. Рассматривался ли вопрос о подключении все-таки, да, отопления, чтобы сохранить каким-то образом эти здания? Ну, так как последнее здание было в апреле 2017-го года, пока этот вопрос не обсуждался. Не обсуждался. В любом случае мы понимаем, что затраты будут очень большие. Колоссальные затраты. Колоссальные. Там даже на уровне документов будут огромные затраты. Да, хорошо. Ну, вот сейчас смотрите, какая ситуация. Сейчас и прилегающий к этой территории, прилегающий участок тоже передан региону, и там будут рассматриваться различные проекты. У Вятской епархии есть по поводу этого какие-то собственные пожелания? Пожелания, может быть, да. Пожелания, да, мы так назовем, да. Вы как-то видите будущее вот этих соседних участков? Ну, мы бы хотели видеть добропорядочных соседей, которые будут любить и заботиться о прилегающей территории, о нашем городе, и поддерживать с нами добрые соседские отношения. Наличие развлекательного, например, центра или развлекательных учреждений приветствуется? Ну, если они будут в правовом акте находиться, в правовом поле, да, то, в принципе, ничего страшного не будет. Не будет. Понятно, спасибо большое, Александра. Вот мы прояснили ситуацию и с участком, который принадлежит теперь епархии. То есть шесть зданий XVIII века переданы, они все это время не отапливались. Мы можем себе представить, какие разрушительные силы там действовали. Тут уже даже не случайно забредших людях, любящих разводить пикнички, о такое там было, речь идет, да, а просто о природе и времени идет речь. И формирование участка. Ну, конечно, я не знаю, Коль, как ты, но мне-то представляется, конечно, что вот сейчас, когда вообще речь зашла о том, что всю эту территорию, назовем это модным словом, ревитализировать нужно, да, то есть придать новой жизни, то, конечно, идеально было бы, если бы в комплексе решались эти все задачи, и чтобы сразу вся территория как-то изменялась. Я понимаю, но вот когда мы спрашивали уже у Александра Ушклёда, как раз мы уже об этом и спрашивали, что вот когда они планировали этот микрорайон, учитывали ли они вот соседство этих вещей, вписывали ли они туда? Учитывали, как сказал нам Ушклёда. То есть как бы, да, мне кажется, любой проектировщик, он будет это учитывать как данность, потому что здание ведь огромной исторической ценности. Да, у нас есть слушатели на связи, 211-101. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я хочу вычислить свое мнение. Представьтесь, пожалуйста. Я Валентина. Очень приятно. В 60-х годах я 5 лет отработала в воинской части именно на этой территории. При мне, я когда стала работать, значит, я работала в старом здании, но оно было ничего. Мы, в мою бытность, там построили совершенно новое здание, и там я потом работала. Оно, вот про него говорили, что оно большое, и хорошее, и прочее. Вот. И мое мнение, конечно, нужно к вату, конечно, нужно летное училище. Это для наших мальчиков и девочек, это здорово. Девчонки будут замуж выходить в конце концов, а мальчики действительно, как сказал Николай, не куда-то поедут, а тут наши киновники будут получать военное образование. Вот мое большое такое мнение. Понятно. Спасибо, Валентина. Спасибо, Валентина. Вот Николай улыбается, бальзам на душу просто пролила Валентина, и улыбается даже на звукорежиссер. Но мы с Валентиной, похоже, тоже ему нравятся тема военных училища. Похоже, в одни годы там были, мы помним как раз, как это строилось, казарма, в принципе, я тогда в то же время там был. Вот, поэтому понятно. Ну, сейчас мы уже пришли к выводу, что раз это передано в область, то никак уже военное училище на эту территорию не вернется. Похоже, да, у Министерства обороны никаких планов на эту территорию нет. Я помню, что большая часть состава гарнизона переместилась в Сызрань в то время, когда закрывалось Кировское военно-авиационно-техническое училище. Мой папа там служил долгое-долгое время и замполитом, и преподавателем истории. Видишь, как в студии собрались люди, так сказать, имеющие прямое отношение к Вато, это хорошо. Очень хорошо помню все эти старинные здания. Они были в окружении идеально ухоженной территории, потому что генералы требовали даже, чтобы сугробы под прямым углом были выровнены. Травка вся была летом подстрижена, очень красивые ели там росли. И действительно, там был и плац, и пруд, и огромный аэродром с вертолетами, и замечательная новая казарма там была. И вот эта вся теперь территория требует вот этой реновации, требует перестройки. И, конечно, тут нужно подойти очень грамотно к планированию этой территории, потому что нужно учесть потребность теперь очень многих социальных групп. Кроме того, это центр города, и несмотря на то, что Александр Елизарович Склёда говорил, что вот и жилые дома нужны, у меня вот, например, по этому поводу сомнения, Коль. Я не знаю, как у тебя, потому что действительно за эти годы были выстроены многоэтажки, многоквартирные, малогабаритные дома. Нет, а вокруг все застроили. Да, то есть непонятно, насколько увеличилось количество там жителей здесь. Очевидно совершенно, что в этом месте необходимы школы и садики. Об этом наши слушатели говорили в течение всего этого года в программе «Урбан», когда мы обсуждали. И территорию Кватурова, ну, год мы обсуждали назад здесь. И состояние там обеспеченностью местами школьников и детсадовцев на этой территории, вот весь центр, от Октябрьского, да где там, от Ленина, наверное, и вот туда до Производственной, вообще вот по этой линии отсутствуют новые школы и садики. Только дома растут постоянно. Дома растут. Если там поставить еще один микрорайон, то загруженность просто будет безумная. И там уже надо будет не одну школу ставить даже вот здесь, а несколько сразу, потому что там уже сколько, ну, на Московской сколько домов наросло за это время. Мы, кстати, спросим у города его мнение, даже не столько у города, сколько лично у Ирины Васильевны Рубцовой, начальника управления градостроительства, архитектуры, администрации города Кирова, сразу после рекламы. Урбан. Программа о городских проектах. Николай Голиков и Светлана Занько здесь, в этой студии. Мы обсуждаем судьбу территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища, который передали области окончательно уже в минувшее воскресенье. Кстати, как нам пояснила авиатская епархия в лице Александра Оливы и сотрудника пресс-службы, оказывается, шестое, последнее здание, которое когда-то принадлежало епархиальному училищу, да, потом уже много чему и хвату в итоге, было передано, оказывается, только в апреле этого года. То есть затянулось процесс передачи, затянулся на долгие годы, получилось так. Да, да, да. Но сейчас осталось сформировать участок передать сосной епархии, и там будет сложный, сложный очень процесс. Очень сложная процедура. Потому что это исторические здания. Потому что сколько ребят приходили, которые занимаются реконструкцией, они всегда говорят, что если здание это памятник архитектуры, то бумаг и времени на это уходит кошмар. И состояние, оказывается, неотапливаемых, все это время зданий. Столько лет они разрушались. Да, у нас есть на связи Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города Кирова. Ирина Васильевна, добрый день. Добрый день. Мы сразу... Правильно я поясняю? Или как-то вот вдруг за ночь изменилась позиция? Это будет лично ваше мнение, как можно было бы использовать эту территорию? Ну, не только мое мнение, собственно говоря. Мое мнение не может быть иным, как специалист, насколько я в этой сфере работаю много лет. И потому и возглавляю данное управление, что, наверное, это все-таки позиция и моего руководства. Отлично. Отлично. Ирина Васильевна, понятно, что в любом случае, это центр города, да? В любом случае, использование этой территории должно пойти на благо горожанам прежде всего. Вот в чем у нас есть необходимость и как вы видите реорганизацию этой территории? Ну, наверное, все-таки будем говорить о том, что это достаточно серьезное пространство, которое интересно и с точки зрения своего размещения, и своей площади, и своего исторического значения. Там, на самом деле, имеются объекты культурного наследия, по которым, к сожалению, пока не так много работы проведены по исследованию. Но, тем не менее, наверное, должны кировчане, я включаю это и жители города, и жители области, знать о таком замечательном месте, которое здесь существовало много-много лет. Мы сейчас имеем в виду комплекс, да, Невятской епархии? Да, Невятской епархии, безусловно. Там сохранились объекты практически в своем плану, по крайней мере, природанном виде. То есть, если сравнить планы, то, что было и еще есть, в принципе, они все читают очень хорошо. Вот, конечно, примыкающая к ним территория должна использоваться как территория, сочетающаяся с данным объектом, и мы видим, как общественное пространство, где могут быть объекты и по самому себе территория, которые могут использоваться как объект, как общегородского значения, так и, может быть, областного значения. Например? Например. Наверное, это будет и реферационная территория, и территории каких-то общественных зданий, там, включающие обучающие вещи, каких-то для каких-то серьезных мероприятий областного значения. Вот, собственно говоря, вот пока кратко вот так. Конечно, очень важно мнение собственника тепернего земельного участка. Области. Ирина Васильевна, правильно ли я понимаю, что вот когда вы говорите рекреационные зоны, вы имеете в виду парки? Ну, наверное, не только парки. Я имею в виду достаточно большой процент свободных пространств, на которых можно отдыхать, даже если это вот входить в границы какого-то участка, какого-то объекта. Так, хорошо. Второе. Вы говорите образовательные учреждения. Городу требуется в этой части школы-садики? И школы, и садики, и, наверное, школы искусства, какие-то специализированные учреждения, которые могли бы, собственно говоря, детей обучать, кроме общепрозавательных каких-то, давать знаний, ну, наверное, какие-то более широкие знания. Возможно, вы говорите, какая-то большая культурная площадка, да, новая. Ну, как вариант, конечно, да. А что касается жилья. Вот Александр Шклёда был с нами на связи. Он говорил, что лет 7-8 назад и город, и область, договариваясь и заказывая там проработку этой территории, планировала достаточно большое количество жилых зданий возводить. Мы-то видим с вами, ну, с Николаем, с вами, не знаю, как вы разделите наше мнение или нет, мы с Николаем видим, что там за это время, за прошедшие 7-8 лет, пока стоял процесс, уже и так было построено много жилых зданий, и боимся, как бы не было перегруза по жилью. Я совершенно разделяю это мнение, потому что уже сейчас проблема, которая у нас стояла 7-8 лет назад, и даже не только раньше с жильем, она уже в Кирове достаточно серьезно решена. То есть тот ход жилья, который сейчас происходит в Кирове, его не ожидал никто 8 лет назад. А вот общественные пространства – это очень востребованная тема. Спасибо большое. Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства, архитектуры, администрации города Кирова. Видишь, Коль, мы здесь не просто так просиживаем штаны в этой студии, мы что-то понимаем с тобой и в пространстве городском. Ну, там же очевидно, на самом деле, потому что за 10 лет сильно все изменилось. Вообще, вот если брать от начала вот этого квоту, когда там на самом деле была окраина города, такая куча деревянных домов, какой-то бандитский микрорайончик, там к нему к квоту примыкал, где страшно было ходить. Кардинально все изменилось, и очень много высоток построили. И в каждой высотке, извини, дети, которым надо куда-то ходить. Мне понравилась эта тема насчет вот чего-то вроде школы искусств, такой, знаешь, большой, центральный, красивый, потому что сейчас все наши где-то музыкальные школы, где-то художественные. Что никак не противоречит какому-то комплексу культурному, и идее, например, Игоря Васильева построить большую концертную, например, современную площадку. Это все связано. Представляешь, детская школа искусства, огромная, красивая площадка, где те же дети, помимо там звезд заезжих, могут прекрасно выступать. Это, по-моему, прекрасно сочетается. И точно так же, мне кажется, сочетается вот с этим ансамблем, Вятской семинарии архитектурным, потому что это тоже вот как бы вопрос такой культурный получается. Да, но это наши с Николаем мысли, у вас тоже есть возможность... Но они, походу, у нас меняются, а противника нет. Да, кстати, ты говорил про квоту сначала. У вас тоже есть возможность высказать свои идеи по телефону 211-101. А сейчас мы связались с Иваном Губиным, директором Политехнического института Вятского государственного университета, спросим, что он по этому поводу думаем. Иван, добрый день. Ой. Еще раз нужно будет набрать Ивана Губина. Почему мы его набираем, договорились заранее, потому что вот на той программе год назад, где мы говорили про ревитализацию, узнакомили вообще с этим термином наших горожан, мы рассматривали несколько заброшенных территорий, бывшие промзоны и вот территорию бывшего квоту, которая вызвала шквал звонков от обсуждения этого. И надо не забывать, что там рядом буквально через дорожку, что называется, кампус Вятского госуниверситета. Там общежитие, там спортивный комплекс. И если уж мы говорим о том, что молодежь как-то должна применять себя в этом городе, получать больше мест, где нужно применить... Опять я ссылаюсь на интервью с Василием. Да что ж такое? Ну, он говорил это в понедельник, понимаешь? Он говорит, что нужны такие места. Если уж мы говорим, что сюда возвращались или там оставались и так далее. Ну, вот сейчас насчет того, что с молодежью, нужна ли эта площадка, например, ВИАДГУ каким-то образом интерес свой там реализовать, мы спросим у Ивана Губина. Он, по-моему, с нами на связи. Иван, добрый день. Да, приветствую, Светлана. Да, здрасте. Ну, вот что год назад мы обсуждали эту территорию, тогда она еще не была передана в собственность области, сейчас уже да. На ваш взгляд, может быть, он как-то изменился с прошлого года? Потому что я помню, тогда вы высказывали такую идею и мнение, что и ВУЗу тоже необходимо иметь еще учреждения и точки образовательной направленности. Ну, да, мнение с этого момента не изменилось. Сама идея, которую мы тогда в эфире обсуждали о том, чтобы на территории Клату создать некий такой образовательный классер, сконцентрировав все наши достаточно известные, в том числе на федеральном уровне, образовательные площадки, те же КЭПЛы, ВГГУ и другие известные образовательные организации среднего образования. И здесь же, на этой же территории, разместить такой центр дополнительного образования детей, ну, на мой взгляд, было бы здорово, создав и парковую зону, да, и зону отдыха для горожан, и зону такого образовательного пространства. Тем более, сегодня федеральные программы есть, и «Тысяча школ в России» реализуются, есть программа по поддержке на основе государственного частного партнерства Кланториумов, создания таких центров дополнительного образования детей. Поэтому, ну, на мой взгляд, было бы интересно такой проект здесь реализовать. Тем более, место логистически удобное достаточно. То есть вы голосуете за некую инновационную образовательную площадку, окруженную парком? Да, обязательно с парковой зоной. Не просто все деревья все выкосить, да, построить нечто, а создайте парковую зону, потому что вот на как раз вот этой локации большой, где эквоту расположены, таких зон отдыха, ну, на мой взгляд, не хватает. Я не знаю, у меня, например, как-то не очень совмещается вот этот такой большой, вот как бы, ну, детский такой образовательный городок и зона отдыха, где могли бы отдыхать взрослые люди. Мне кажется, как-то тут немножко разные цели у территории. Я ошибаюсь. На самом деле, легко. В тот момент, пока дети находятся в образовательных организациях, родители, я как родители, постоянно перемещаю своих детей и ожидая их, пока они проходят свое обучение, вполне мог бы здесь отдыхать. Ага, понятно, спасибо. Спасибо, Иван Губин, директор политехнического института Вятского государственного университета. Ну, то есть надо так разработать в таком случае территорию, чтобы действительно зоны... Вот я понимаю, Коля, я понимаю, о чем ты говоришь. Нет, я не совсем даже о том говорю. Сейчас, понимаешь, требования к образовательным учреждениям все жесткие. Везде должны быть заборы, там должны быть антитеррористические вещи. Там должны выкашивать зелень, чтобы она не мешала обзору, там заставляют от директоров школ, чтобы там все на просмотр. И вот как-то вот с тем, чтобы это было уютно и хорошо для окружающих, чтобы они могли спокойно перемещаться по территории, не попадая под эти камеры слежения, которые тебя могут заподозрить, мне кажется, не совсем сочетаются. Такой спокойный отдых. Ты хочешь сказать, что значит спокойный отдых? С пивом, что ли, не попадать под камеры наблюдения? Да нет, даже просто, извините, давай представим просто влюбленных людей, которые просто целуются у здания школы. Ты уже знаешь, ты как-то определись, парк для влюбленных. А влюбленных, просто люди, это нормально вполне. Хорошо, мы сейчас спросим у слушателя нашего, который дозвонился 211-1. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Это Александр. Да, пожалуйста, Александр. Вот я хотел бы сказать вот что. Все вот эти предложения, что губернатор предложил делать развлекательную или концертную площадку для детей, я не понял. То, что учебный, кластер устроить, это, конечно, все не очень хорошие предложения. Потому что это не остановит уход этих молодежи из города. Молодежь устроит, знаете, когда? Когда город Киров будет похож на те города, куда они уезжают. Вот когда город будет иметь свое красивое лицо, он будет... Так, Александр, давайте конкретно. Мы сейчас не говорим о том, что остановит молодежь, а как вы видите развитие территории бывшего Квату. Алло. Ну, тогда я прекращаю говорить. Все, поняли, спасибо. Хорошо. Ну, как бы, я-то считаю, что концертные площадки, образовательные учреждения и парки это то, что приближает нас к передовым городам. Я думаю так, что вот как раз речь-то идет о том, о чем Александр начал говорить. Он говорит, что чтобы наш город стал, так вот с этого можно ведь и начинать. То есть с таких вот территорий постепенно территорию приводить. Об этом речь идет, да. Сразу весь опытом город сделать невозможно, мы это прекрасно понимаем. Ну, давайте еще вот что скажем. Не надо путать мух и котлеты. Губернатор не говорил, что эта площадь передается Министерством обороны в пользу области, чтобы построить там концертный зал. Это две разные вещи, которые он говорил. Он говорил, а, что было передано территории, и теперь будут разрабатываться там идеи всякие, да. Б, другая совершенно история. Когда мы обсуждали культуру, он говорил, что городу нужна качественная концертная площадка, чтобы сюда к нам приезжали высокого уровня артисты. Ну, а мы вскоре добавили, что если бы там было, чтобы это было на этом месте, одно другому не противоречит. В принципе, не противоречит. Это мы с Николаем Голиком тут это сказали. Да, то есть это не Игорь Владимирович, это мы. Да, не Игорь Владимирович. Прерываемся сейчас на новости, тематические программы и рекламу. В начале следующего часа продолжим обсуждение вместе с вами, слушателями, слушателями судьбу территории бывшего Куату. Урбан. Программа о городских проектах. Субтитры создавал DimaTorzok